Время новостей на телеканале Арктик ТВ в студии Анны Чайниковой. Здравствуйте! И коротко о главных темах этого выпуска. Вхибины без преград. Мы ослабляем ограничения по этому посту. Какие ограничительные меры сняли в регионе? Не болит, не значит здорово. Курят, лекарства не принимают. И, к сожалению, это все сводит на нет нашей труды. Почему сердце нужно проверять чаще? Мост и штанга потяжелее. Если прям задаться целью, как минимум улучшить свое самочувствие. Неординарные способы преодолеть зимнюю хандру. Губернатор Мурманской области провел брифинг, посвященный коронавирусной обстановке в регионе. Во время выступления стало известно, что в Мурманской области разрешили новогодние ярмарки. Но только на свежем воздухе и чтобы торговые места располагались на расстоянии друг от друга. Продавцы должны работать в масках и перчатках. Рестораны на Новый год в Мурманской области не закроют. Однако глава региона предостерег всех от проведения корпоративов. А вот областной театр «Кукол» пока не откроют. Горнолыжный экспресс отменен. Всё потому, что эпидемическая обстановка в регионе не позволяет принять большое число лыжников. А вот лыжная электричка из Мурманского Апатиты будет курсировать. Но билеты на неё продадут только жителям Заполярья. Иногородние туристы, которые уже приобрели путёвки и билеты в Заполярье и забронировали номера, в том числе на условиях кэшбэка, смогут приехать в регион. Но при заселении они должны предъявить справку об отрицателем ковид-тесте. Пропускной режим в Кировской Апатиты на время праздников ослабят, но только для северян. С 20 часов сегодняшнего дня по 15 января мы разрешаем въезд автомобильным, железнодорожным транспортом всем, кто имеет регистрацию по месту жительства на территории Мурманской области. Либо с использованием электронного пропуска, который продолжает действовать, если это нужно по служебной необходимости. 285 новых случаев заболевания ковид-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске плюс 141, в Кандалакшском районе плюс 35, а Ленигорске плюс 27. В регионе стартует третий этап исследований на антитела к коронавирусу. Он пройдет с 10 по 21 декабря. Исследователям предстоит определить дальнейшую стойкость иммунного ответа и его динамику у каждого волонтера и в популяции в целом. Кроме того, это даст возможность оценить изменения иммунной прослойки населения в динамике за период с августа по декабрь. Участники третьего этапа уже получают приглашение по электронной почте. И в продолжение темы новогодних послаблений мер. Несмотря на пандемию, северян все же решили не лишать одного из любимых зимних развлечений. В Хибинах стартовал горнолыжный сезон. Одним из первых открылся для катания большой вудьявор. Пока воспользоваться услугами курорта могут только жители Мурманской области. Всем посетителям обязательно использовать средства защиты, органов дыхания, маски и бафы. Соблюдать социальную дистанцию. Полный перечень правил посещения курорта в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции опубликован на сайте Bigwood. Там же можно посмотреть прямые трансляции со склонов. Для туристов из других регионов катание будет доступно с 15 января. Депутаты Облдумы приняли в первом чтении проект закона об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Главный финансовый документ будет социально направленным, что неудивительно, тем более учитывая последствия непрекращающейся пандемии. Что касается доходов, то в этой статье учтены показатели деятельности ведущих предприятий региона и безвозмездные поступления из федерального центра. Куда и сколько тратить – вопрос нетривиальный, ведь парламентариям и правительству региона нужно реализовать национальные проекты и положение послания президента, индексировать социальные выплаты. Сюда же можно приплюсовать расходы на оплату коммунальных услуг и обеспечение бесплатным питанием в учреждениях социальной сферы. В итоге доходы областного бюджета в 2021 году спрогнозированы на уровне 82 миллиардов рублей. Расходы – 86 миллиардов рублей. Дефицит составит 4 миллиарда. Депутатов Горсовета тоже интересовал бюджет. Народные избранники провели заседание, на котором обсудили вопросы, касающиеся казны Мурманска на следующий 2021 год. Началось заседание Горсовета Мурманска с радостной новости. Галине Николаевне Бальбус присвоили звание «Почетный гражданин Мурманска». Обычно с этим событием поздравляют в День города, но не в этот раз. Помешал пресловутый коронавирус. Галина Николаевна долгие годы работает в дорожной отрасли муниципалитета. Она первый человек из сферы ЖКХ в Мурманске, удостоенный такого звания. Действительно человек удивительный, который всего себя отдает этому зачастую очень неблагодарному делу. И вот 9 лет работы главы администрации, я считаю, что мне повезло, что я работал с Галиной Николаевной. Далее депутаты приступили к обсуждению повестки, а точнее утверждению бюджета на будущий год и плановый период. Уже известно, что казна недосчиталась почти миллиарда рублей поступлений, в том числе налоговых. Все понимают, что сейчас очень непростое время. Это очень много. Поэтому мы постарались при планировании бюджета 2021 года учесть, по крайней мере, вот эту предварительную информацию. Ну, пожалуй, впервые за многие годы у нас дефицит равен почти 10%, будем говорить. Это предельный дефицит, потому что мы планируем сегодня такой дефицит, если ситуация будет еще хуже, чем в этом году. Также глава Мурманска рассказал, что 24 декабря проведут общественные слушания. Для того, чтобы принять участие в обсуждении будущего бюджета, необходимо записаться заранее. Информация об этом есть уже на сайте Мурманского горсовета. Несмотря на трудности с бюджетом, деньги на строительство образовательных учреждений выделяют исправно. До 2022 года в Мурманске на улице Советской появится новая школа. С подрядчиком управления капитального строительства уже определилось. С подрядчиком заключен контракт на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству. Стоить новое учебное заведение будет более 690 миллионов рублей. Здание должны сдать в эксплуатацию в 2022 году. Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне в Архангельской области. Стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения. Скорость полета ракеты составила более 9,5 тысяч километров в час. Она успешно поразила цель, находящуюся на расстоянии 350 километров. Напомним, фрегат «Горшков» – один из самых современных кораблей Северного флота. Он был построен на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге и зачислен в состав военно-морского флота в июле 2018 года. Сотрудники мурманского ОМОНа вернулись из служебной командировки на Северный Кавказ, где обеспечивали охрану правопорядка и общественной безопасности. В Заполярье спецназовцев встретил заместитель начальника управления Росгвардии. Он поблагодарил сотрудников за качественное выполнение служебно-боевых задач, отметив, что офицеры и бойцы спецподразделения добросовестно и профессионально исполнили свой служебный долг. Вернувшиеся из командировки, росгвардейцы вновь приступят к выполнению своих служебных обязанностей на территории Мурманской области. За правопорядком необходимо следить и в Мурманской области. В Оленигорске полицейские задержали мужчину, управляющего автомобилем, без водительского удостоверения, да еще и в состоянии алкогольного опьянения. Жизнь совсем ничему не научила 40-летнего оленигорца. Он снова попался полиции, разъезжая по городу нетрезвым. Opel Omega, за рулем которого был мужчина, остановили на улице Строительной. Водитель легковушки показался инспектором нетрезвым, что и подтвердил тест. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Там оказалось, что автолюбитель уже был неоднократно судим. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет. Участники экспедиции Пангея, основанной знаменитым путешественником Майклом Хорном, решили покорить айсберг. Когда двое путешественников начали лезть к вершине, глыба льда неожиданно перевернулась, скинув в воду горе альпинистов. Видео с ЧП разлетелось по социальным сетям. Вот только непонятно, где все это случилось – в Арктике или Антарктике. В сообщении также уточняется, что путешественники не пострадали и отделались легким испугом. Майк Хорн прославился в 2001 году, совершив шестимесячное одиночное путешествие вокруг экватора. Четырежды занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Даже самые отважные и сильные подвержены этому. Сердечно-сосудистые заболевания – настоящий бич современного мира. В России, в том числе в Мурманской области, они главная причина смерти людей. На какие симптомы стоит обратить внимание и что нужно делать, чтобы обезопасить себя, расскажем в нашем сюжете. Еще в Древнем Китае говорили – здоровое сердце не чувствуется. Большинство из нас думают, что проживут долго и в добром здравии. Конечно, так и хотелось бы. Только неумолимая статистика говорит о том, что болезнь сердечно-сосудистой системы – одна из главных причин госпитализации и смертности в нашей стране. Если нарушается кровоснабжение в артериях, которые кровоснабжают сердце – это инфаркт. Если нарушается кровоток по сосудам, по сонным артериям, которые кровоснабжают головной мозг – это инсульт. Если нарушается кровоснабжение нижней конечности ног – это может грозить гангреной. Головокружение, усталость в ногах при ходьбе, повышенный сахар и холестерин в крови – факторы, на которые чаще всего многие не обращают внимания. Однако именно эти звоночки могут говорить о наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы проверить здоровье, да и просто успокоить себя, врачи советуют пройти УЗИ. Если там будут выявлены какие-то изменения, обратиться уже к сосудистому хирургу, чтобы можно было как-то это профилактировать. Ежели уже такая ситуация, как инсульт, произошла, у нас, конечно, в городе Мурманске здесь с этим все четко. Мы выполняем сложнейшие операции, повторные, неоднократные вмешательства, как и открытые хирургические, так и закрытые эндовускулярные. Но никакие операции не смогут избавить человека от атеросклероза, сужения и закупорки артерий, приводящего к инфарктам и инсультам. Помочь облегчить ситуацию сможет только правильный образ жизни, о котором пациенты чаще всего забывают, выйдя за порог больницы. Мы проводим хирургическое вмешательство, человеку писать, ну вот меня прооперировали, жалоб нет, я пошел, я здоровый, сходил в ларек за сигаретами, курят, лекарства не принимают, и, к сожалению, это все сводит на нет нашей труды. Такое наплевательское отношение к себе может стоить человеку не только здоровья, но даже конечностей. Врачи говорят, частота их ампутации из-за закупорки артерий у курящих пациентов на 20% больше, чем у людей без этой пагубной привычки. В Полярном состоялась выездная донорская акция, посвященная Дню Добровольца. Организатором выступило региональное отделение Союза машиностроителей России. Региональное отделение Союза машиностроителей России эту донорскую акцию в Полярном посвятили празднику Дню Добровольца, который ежегодно отмечают в декабре. Да, считаю себя Добровольцем. Отношусь к этому хорошо, так как наша кровь, то, что мы можем стать донорами, кому-то может помочь. Если кровь переливает нуждающемуся в ней человеку, донору приходит СМС-уведомление. Конечно, в сообщении нет ни имени, ни фамилии пациента. Тем не менее, даже это вызывает несравнимые эмоции. Больше гордость, радость, что кому-то кровь моя помогла. Несмотря на приближающиеся новогодние праздники, меньше желающих сдать кровь в городе воинской славы не стало. Всего в акции приняли участие 47 доноров. Было собрано 22 литра крови. Ситуация, пожалуй, не изменилась. Тоже так же много желающих людей, добровольцев, которые готовы помочь другим людям, которые не нуждаются в переливании крови. Я бы не сказала, что как-то резко изменилась ситуация в большую или меньшую сторону. Региональное отделение СМС совместно со станцией переливания крови регулярно организует тематические донорские акции. Одна из последних, например, была посвящена снятию блокады Ленинграда. Доноры сначала читали имена погибших, а после этого сдавали кровь. Для креативных людей Мурманск не просто город, расположенный за полярным кругом, а пространство, наполненное необычными арт-объектами. Неравнодушные волонтеры смогли организовать самые неожиданные экскурсионные маршруты по столице Заполярья. Знакомые улицы, привычные маршруты по дороге от работы домой – большинство этих городских локаций ничем не примечательны. Для человека с нестандартным мышлением, как у дизайнера Валентина Петрова, даже обыкновенная серая хозяйственная постройка может стать арт-объектом, наполненным смыслом. Эта телефонная будка, насколько вы успели заметить, похожа на все лондонские телефонные будки. Но на самом деле здесь располагалась АТС телефонной линии в Советском Союзе. И сюда привозились сломанные телефонные будки со всего Мурманска на ремонт. Валентин – автор нескольких необычных инсталляций в городе. Теперь они составляют единый экскурсионный маршрут, который будет интересен не только туристам, но и местным. Которые захотят посмотреть на город под другим углом. В рамках программы «Современное искусство для всех» создатель арт-тропы получил свидетельство гида-волонтера от Мурманского областного художественного музея. Чтобы реализовать себя как художник, как творческую личность, не обязательно куда-то ехать в Москву или Санкт-Петербург. Здесь у нас дома, в столице Заполярья, в Мурманске, можно найти способы, как заявить о себе, как выстоять свои работы на показ. И о тебе могут узнать на весь мир, так как сейчас приковано много внимания к нашему арктическому региону. В финал также вышли экскурсии Мурманск-литературные прогулка по квартире. Всего на конкурс проектов подали 10 заявок. Участники посещали различные встречи, которые у нас были. Мы знакомились с работой работников музея. У нас приходили актеры, художники, поэты, писатели, которые знакомились именно с современным искусством. Но, к сожалению, именно создать свой продукт, свою экскурсию смогли не все участники. Сотрудники Мурманского областного художественного музея предлагают следить за их анонсами, чтобы не пропустить прогулки по самым необычным локациям вместе с новоиспеченными гидами. Спорт – это жизнь. Какой бы эта фраза ни казалась банальной, все действительно так. Если тело человека находится в тонусе и организм здоров, то мы чувствуем себя счастливыми. И пусть кажется, что зимой в полярную ночь еще и с новыми вирусами оставаться бодрыми невозможно, наши журналисты решили опровергнуть это мнение и пообщались с профессиональными спортсменами, которые поделились секретами здоровья. Известный мурманский пауэрлифтер Андрей Родичев недавно получил звание мастера спорта. Заслуженную награду ему вручили лично глава Минспорта России Олег Матыцын и губернатор Андрей Чибис. Андрей с 13 лет занимается спортом. За эти годы он добился больших успехов в карьере и сейчас тренирует будущих чемпионов. По мнению Андрея, в силах каждого изменить себя к лучшему. Стоит только захотеть. Особенно важно обращать внимание на здоровье в полярную ночь, когда витаминов мало, а сил нужно много. При этом необходимы не только физические нагрузки. Это не только спорт, это восстановительные процедуры. Я использую это и обливание холодной водой, купание, и сауна. Лучше, конечно, русская баня на дровах, и так далее, сиренечка. Конечно, это спорт, активность в это время. Наоборот, не надо сидеть дома, не надо спать как медведь. Также важен рацион питания, поделился Андрей. Организм нуждается в полезной пище. Так как мы живем на севере, нам нужны и дополнительные стимуляторы, витамины и минералы. Домашние тренировки, конечно, удобны, но неэффективны. Во-первых, домашние тренировки мне ничем не нравятся. Никогда не заставят. Дома вы сразу видите кухню, сразу видите телевизор. Когда приходите в спортивный зал, соответственно, вы понимаете, что вы пришли работать. А правильный подход к тренировкам важен еще и для хорошего результата. Все мы ставим себе определенные цели, приходя в спортзал. Например, девушки часто решают привести себя в форму перед важными событиями. Сейчас вот Новый год на носу. Я думаю, если прям задаться целью, как минимум улучшить свое самочувствие. Как раз-таки занятие в зале, какая-то активность заряжает энергией, позитивом. То есть приходишь в зал, там даже без настроения, все плохо, начинаешь заниматься и все, пошло дело. Ирина 10 лет была легкоатлеткой. Но потом, глядя на своего бойфренда, девушка перешла в силовой спорт. Теперь она кандидат мастера спорта по пауэрлифтингу в самой легкой весовой категории – 47 килограммов. В планах девушки получить звание мастера спорта. И ее молодой человек Андрей тоже стремится к этому. Под наставничеством Андрея Родичева он совершенствует свое тело. Учитывая, что именно в пауэрлифтинге на организм нагрузки такие довольно-таки серьезные, и вот полярная ночь плюс все нагрузки одно на другое накладывается, ну, немножко тяжеловато. Ну, принимая там всякие витаминные комплексы, да, там спортивное питание, там в аптеке различные препараты, которые, да, там каждый человек может купить, просто многие не знают, что это в свободном доступе и это может помочь. То есть витамин Д, там всякие витаминно-минеральные комплексы – все это идет только на пользу. Итак, для хорошего самочувствия зимой необходимо следить за питанием, режимом дня, больше прогулок и физической активности. Также нельзя забывать о витаминах и минералах, которых организму очень не хватает. Нужно найти время на посещение спортзала, чтобы держать себя в форме. И тогда никакие долгие ночи и вирусы не страшны. И на этом у меня все. Больше новостей смотрите на нашем сайте arctic-diffestv.rf и в официальной группе канала в социальной сети ВКонтакте. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных. Субтитры предоставил DimaTorzok Юго-Западный – 2-3 метра в секунду. В Никеле и Манчегорске – от минус 9 до минус 8. В Апатитах и Капдоре – от минус 9 до минус 8. В Кандалакше и Полярных Зорях – до минус 7 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова